Вместе мы все ханевейцы, мы довольно-таки серьезная большая сила, с которой нельзя не считаться. На самом деле денег перевело больше 300 человек и можно сказать, что наша инициативная группа примерно вот такого размера. Приветствую всех, кто смотрит это видео. Хочу вам рассказать историю о том, по каким дорогам ездят на северах, в том числе на Ямале. Для многих, наверное, секрет или открытие, то, что не во всех населенных пунктах России есть нормальные дороги. Например, в столицу Ямала Салихарт дороги нет, есть только зимник. Зимник – это направление через тундру, через болото, которое, по сути, работает только зимой, когда, получается, эти болота и тундра замерзают. Маленький поселок на юге Ямало-Ненецкого автономного округа также соединен с ближайшим городом Ноябрьском – Зимником. Сейчас я вот стою прямо на нем. Вот в том направлении, получается, зимник. Поселок в обратном направлении. Вот, чтобы вам было понятно, вот это Стелла. Ну и, соответственно, поселок в том направлении. Вот вышка стоит. Да, есть у Ханемея, в отличие от Салихарда, еще и сообщение с федеральной трассой. Ну, допустим, по этой дороге, чтобы добраться до Ноябрьска, жителям Ханемея нужно потратить времени, ну, минимум, там, в полтора-два раза больше, а по километражу раза в три больше. То есть, фактически, самый ближайший и даже самый безопасный путь, потому что интенсивность движения на зимнике небольшая и скорости небольшие, получается, именно зимник самый безопасный и самый быстрый путь добраться до города Ноябрьска. Для нас, жителей поселка Ханемея, этот зимник, он просто жизненно необходим. И как бы люди посторонне не говорили, что это не зимник, это не дорога, это самовольно, скажем, созданный путь, нет, это зимняя автодорога, именно для жителей поселка Ханемея. Почему она нужна? Потому что самое ближайшее серьезное лечебное учреждение, где могут оказать более качественную и углубленную медицинскую помощь, это центральная городская больница города Ноябрьска. И, конечно же, это ближайший путь. От этого зависят наши жизни, наше здоровье, жизни и здоровье наших детей, наших предстоилых родителей. Съездить в кафе, съездить в ресторан куда-нибудь, не знаю, с женой. Ну, конечно же. На 8 марта сейчас не тухнуть в Ханемея, а съездить туда и нормально провести время. Девочек, действительно, девочек порадовать, детям показать цивилизацию какую-то. Ведь не секрет, наши дети многого чего здесь не видят из того, что видят дети города Ноябрьска. Да, элементарно, какие-то горки. Посмотрите, кинотеатр «Русь». У нас здесь даже детей сводить-то некуда. Кафешкой и то нету. А детям-то чего надо? Все равно надо праздником устроить. Ведь наша жизнь – это не только труд, не только выживание. Это же какое-то развлечение, какой-то досуг. И в воспитании детей это тоже большую роль играет, когда ты его по всяким мероприятиям. Сейчас вот в Ноябрьске открывается выставка, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. У нас этого даже нету. А если и есть, то не в том масштабе, как это в Ноябрьске. Почему я не могу, допустим, или там кто-то, житель Ханемея, вывести своего ребенка, показать, как все это было на самом-то деле. Чтобы память нашу историческую не убить, чтобы какое-то патриотическое воспитание детям дать. Для этого зимник-то и нужен. Да, казалось бы, может быть, это второстепенный вопрос. Но вот из таких второстепенных вопросов складывается вся наша жизнь. Ведь мы не живем для того, чтобы работать. Мы работаем, чтобы жить. В зиму 2019-2020 года зимник Ханемей-Ноябрьск или Ноябрьск-Ханемей перестали обслуживать. Но и, соответственно, вылезла куча проблем с передвижением по этому направлению. Потому что снега в этом году очень много, как никогда много. Ветра, метели даже сейчас немного метет. Просто я стал в таком удачном месте, что не очень это видно. И получается, зимник практически не обслуживали в этот сезон. И по факту недели две, если не три, он вообще недоступен для легкового транспорта. Более того, даже грузовая внедорожная техника в последнее время не может передвигаться по нему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зимник-то по-любому нужен. Скорее, это, не знаю, говорит о том, что это очень больная проблема. Ее нужно было решать какими-то совершенно другими способами. Не доводить это все до конкретного абсурда. Потому что то, что мы сейчас делаем, такого нельзя было допускать, мне кажется. То есть власть должна была среагировать до момента, когда была пурга, когда его заметало, нужно было предпринимать меры, а не сейчас, когда уже, можно сказать, наладилась нормальная пурга. Там замело все по-самому, и нам приходится устранять просто серьезные последствия. Даже, насколько я знаю, железнодорожники, а Зимник идет как раз-таки рядом с железнодорогой, даже железнодорожники не могли проезжать к своим участкам. А у них-то вездеход, КАМАЗ, трехосевой, трехмостовой, с блокировками, со всеми делами. А что уж говорить о тех, кто ездит на легковушках, на кроссоверах, да даже на внедорожниках. Им путь туда заказан, все. Решением этой проблемы занялись сами жители поселка. Жители вынуждены были скинуться деньгами и чистить Зимник за свой счет. Так мы все тут откликнулись. Ну, просто мое лицо засветилось в кадре. Я взял на себя вопросы организации, потому что у меня, наверное, просто больше свободного времени, больше опыта в этих вопросах. Но на самом деле-то группа инициативная, она намного больше. И за кадром работает гораздо больше людей, чем это видно, или чем отвечают в Вайбере на все сообщения людей. Нас на самом деле много, и просто так сложилось. На самом деле, насколько я знаю, практически все жители Ханемея откликнулись на эту инициативу. То есть никто никого не заставлял, просто поступило такое предложение через открытые сети. Вы готовы сами ситуацию взять в свои руки? Все сказали, да, готовы. Говорите, как, какими силами, все, что от нас требуется, мы сделаем. Собственно говоря, чему мы стали свидетелями за прошедшие два дня. Да, на самом деле денег перевело больше трехсот человек, и можно сказать, что наша инициативная группа примерно вот такого размера. Я, конечно, надеюсь, что камера хорошо передаст те глыбы снега, которые вокруг дороги находятся. А вот это вот начало самого зимника. То есть вы понимаете, да, насколько плохо здесь все было, что так высоко лежит снег по бокам. Я не уверен, что я далеко вообще проеду, потому что зимник только начали чистить. Но я все же попробую. Если справа сейчас еще есть, получается, барьер в виде железной дороги, то с левой стороны, в таких местах, пока нет деревьев, дорогу очень сильно переметает. Ее периодически нужно хотя бы чистить. Соответственно, из-за того, что ее не чистили, было все сильно переметено. Буквально недавно на этой дороге целые колонны грузовиков застряли. Прям ночевали люди в машинах сутки, кто-то больше суток. Потому что не могли проехать из-за большого количества снега. Вот сейчас вы слева, если обратили внимание, какие ужасные глыбы снега. То есть это все лежало на дороге. Вот это вот все было на дороге. Представляете, насколько здесь была вероятность того, что ты проедешь? А это мы всего лишь только заехали дальше, в болотистых местах. Ситуация намного, намного хуже. Вот нам навстречу едет один из инициативных ханемейцев. Так понимаю, в обратном направлении уже едет. И насколько мне известно, он здесь с пяти утра. Сейчас уже пять вечера. Получается, он одну сторону прочистил. Сейчас расширяет зимних, чтобы нормально можно было ехать. Вот по свежему, по чищенному, вообще все. Можно ехать 120. Ну я, конечно, сейчас шучу немножко. Но довольно-таки можно комфортно ехать. То есть для тех, кто не понял, под этим снегом замерзшая земля, причем она замерзла настолько, что по ней можно практически по асфальту ехать. Это жена супертяжелой техники. И не провалишься. Вот так вот. А всего лишь навсего стоило ее чистить просто свое время. Задул снежок, прошелся трактор, проблем нет. Ну мы прошли большую часть, наверное, процентов на 80 мы пробились. Я думаю, что к вечеру завтрашнего дня мы полностью откроем путь, а потом в течение еще нескольких дней мы будем расширять и улучшать качество просто самой дороги. Ну и в дальнейшем будет запущена патрульная техника, патрульная расчистка, которая уже просто не позволит заметать. То есть будет ездить трактор на регулярной основе. Насколько это нам позволят финансово. На данный момент было собрано стоило 22 тысячи. Ну так как мы все по минимуму, у нас работает один тракторист. Пока что не столько его хватает. То есть люди его даже подвозят, то есть самостоятельно покупают предприниматели, простые люди предоставляют нам дизельное топливо. То есть остался сезон-то не очень большой. Ну и думаю, что этот месяц мы точно продержимся, а в следующий уже будем реагировать по ситуации. И еще хотелось бы в окончании данного интервью и данного репортажа сказать, вместе мы все, ханемейцы, мы довольно-таки серьезная, большая сила, с которой нельзя не считаться. Субтитры сделал DimaTorzok